Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как пережить то, что с тобой поступили плохо? Полгода за мной по пятам ходил парень. Очень настойчиво. Сначала мне показался он скучным, занудным. Но после того, как забыла сообщение, мне он понравился. С его уст не было ни одного почлого слова. Добрый, воспитанный. Другие качества, которые в нем привлекли. Я в начале общения, с первого дня сказал, что мне не нужны легкие отношения. Не надо тратить ни свое, ни мое время. Знаю, что он уверял меня, что у него все серьезно. Но, видимо, просто врал. Уверял, убеждал. Что все хорошо. Чтобы я доверилась ему. И я решил отдать шанс. Отношения. Согласилась на встречи. Свидание. Все это длилось полгода. Дальше мы переспали. Потом все. Он просто исчез. И еще сказал перед уходом. Такой фразу. С тем смыслом. Что это все, что он хотел. Просто перестать. Мне в душе. Сейчас настолько больно. Я чувствую себя. Такой неудачницей. Я понимаю, что может ничего страшного не случилось. Но я воспринимаю это болезненно. Так как в детстве у меня был негативный опыт. Я работал над этой проблемой очень долго. С психологом. Но все равно закрыто абсолютно от всех. Я очень тщательно выбираю людей в свой круг. Особенно мужчин. И только потом открываюсь им. Я всегда чувствую неискренность очень тонко. Поэтому в моей жизни было мало мужчин. Еще после работы с психологом я поняла, что когда я встречаю мужчину и внутри у меня происходит взрыв. И я целыми днями и ночами думаю о нем. Не могу спать и есть. Это всегда созависимые больные отношения. Я научилась контролировать себя. И как бы не хотел выступать даже в диалог с такими партнерами. А с этим мужчиной мне было ужасно скучно. Не было ничего внутри. Никакого взрыва. Но он обычный, хороший парень. И я видела, что я ему очень сильно забала в душу. Но возможно с чего страна это была лишь страсть. Я решил открыться. Довериться. С ним не было хорошо как с другом. Мы общались как друзья. По теплому. И я подумала, что с ним могут получиться здоровые отношения. Но в интимном плане мне с ним было хорошо. Мне хотелось еще больше открываться в этом плане. Не было никаких зажимов. Мне было хорошо. И я искренне верила, что все взаимно. И что ему со мной так же тепло и хорошо, как и мне. Сейчас я не понимаю, зачем это ему было нужно. Для чего вообще делать такие поступки. В его окружении много женщин. Он симпатичный. Не обделен вниманием. Для чего нужна была я. Насколько это вообще просто мерзко выжидать полгода, чтобы затащить постель. Когда и так есть с кем. Я просто не понимаю, зачем. Я чувствую, что я всегда буду одна. Мне так проще закрыться от всех навсегда. И никого не впускать в свой мир. Сейчас мне хотелось бы все высказать ему, но я не стану. Потому что желание навсегда исчезнуть из его жизни, чтобы он даже не помнил моего имени, намного сильнее. Просто забыть все как сон и не вспоминать. Я хочу пережить все это скорее, как это сделать и снова прийти в себя. Я ненавижу это состояние, ненавижу страдать. Я хочу скорее вывернуть из этого всего. Мне наплевать, что он ушел. Мне страшно, что меня использовали. Я как идиотка во что-то верила, надеялась и мечтала. Смотрите. Отвечая на ваш первый вопрос, который лежит в основе. Проживать это всегда проживать кому-то. Лично вы, лично кому-то. Можно вот так, онлайн, можно вживую. Вживую, конечно, наверное, лучше, но онлайн тоже может. Вот, проживать, разделять то, что с вами произошло. Так вот, будете быстрее из этого выходить. Просто боль будет уходить. Ну, чувства неприятные, конечно, будут. Чувства неприятные, конечно, останутся. Не без них. Но болеть так сильно уже не будет. Не будет. И вы сможете переключиться на что-то другое. Я чувствую, что у вас много злости, помимо боли. Я чувствую, что у вас есть стыд. Со стыдом тоже, тоже сам. Только вот здесь есть нюанс, что в основе стыда, а точнее со стыдом, всегда идёт что-то ещё. Вообще, знаете, стыд – это такая злость, направленная на себя. Поэтому здесь очень важный момент. Стыд возникает, когда кто-то из близких не ценит, не уважает и не видит личных границ. Ну, вот, в частности, ваших личных границ, отсюда стыд. Такая вот история. Дальше. Вы пишете, что мужчина показался вам скучным и занудным. Я рискую так же показаться вам скучным и занудным, но хочу здесь сказать, что когда какой-то человек кажется скучным и занудным, то это больше про восприятие того, кому так кажется. Если вас, к примеру, напрягает, раздражает то, что я могу делать паузы в своём ответе вам, то история про то, что вы тяжело воспринимаете замедление. Торопитесь. Так же и здесь. Если вы кого-то называете скучным и занудным, то это история про некоторое обесценивание себя через другого. Механизм проекции. Итак. После того, как ты взял сообщение, мне понравился скивус, не было ни одного пошлого слова, добрый, воспитанный и другие качества, которые меня привлекли. Смотрите. Что здесь бросается в глаза? Во-первых, детализация. Вы говорите, что именно вас привлекло. Понимаете, детализация, то бишь отсутствие целостности восприятия человека, его образа, это связано больше с тем, что качества, которые вам понравились в молодом человеке, ну в мужчине, да, эти качества являются отражением ваших собственных потребностей. И про пошлые слова, отношение к интиму и добрый, воспитанный. Это про защиту потребностей во внимании, возможно, вашей ценности и другие качества, которые мне понравились. Сейчас мы выделяем то, что как бы хочется нам. Не то, чтобы это плохо, но мне кажется, что должно быть что-то еще. Вот в какой-то момент, если мы говорим о, например, влюбленности или любви, хоть это и не одно и то же, вот в какой-то момент ты смотришь на человека и видишь его как бы целиком. Вот целиком его видишь. Вот как-то как-то вот так, понимаете? И этот цельный образ человека и, в общем-то, дает то чувство, которое можно назвать любовью. Любовью. Но понимаете, какая история? Для того, чтобы это так почувствовать, нужно себя воспринимать так же. И я думаю, что если ответить вам на вопрос, если задать вам вопрос, касающийся того, возникало ли у вас такое чувство к этому человеку, мне почему-то кажется, что ответ будет негативным. Но, может быть, я ошибался. В начале общения с первого дня сказалось, что мне не нужны легкие отношения, не надо брать ни свое время, ни мое. Ну что же, здесь контроль. Здесь контроль, здесь опора на форму отношения, то есть больше на формализацию вы здесь опираетесь, опираетесь нежели чем на личность человека, на что-то общее между вами. То есть как бы здесь идет больше акцент на том, какая форма у нас отношений, а не на том, что у нас в отношениях, что между нами. И с этой точки зрения, когда взаимодействие между людьми определяется серьезностью, несерьезностью, легкостью или тяжестью. Кстати, интересная, кстати, формулировка. Вы пишите, что вам не нужны легкие отношения, вам нужны тяжелые. Тут вот они и получаются тяжелыми. Так вот, когда отношения между людьми определяются формой, да, то помимо того, что здесь какой-то формализм, здесь же еще история такая, что абсолютно каждый элемент отношений воспринимается как что-то такое самостоятельное. То есть прогулка совместная, это событие само по себе. Свидание, ну это именно свидание, по сути такая, знаете, прогулка по подиуму. Ну а секс, это именно что секс? То есть это не продолжение движения навстречу двух личностей, которые решили для себя, что они могут вступить в интимные отношения здесь и сейчас. Потому что они оба этого хотят. О природе вашей позиции мы еще поговорим. А это именно такое вот самостоятельное событие, в котором участвуете вы и ваш партнер, и которое обязательно что-то значит. Ну если мы приспали, это что-то значит. Если мы пошли на свидание, это что-то значит. Если мы пошли в кафе, это что-то значит. Если мы еще что-то сделали, это что-то значит. Вот когда есть вот эти истории о том, что это что-то значит, нет взаимодействия личностей. Потому что личность может сделать выбор. Выбор может ничего не значить. Именно из-за этого возникают такие проблемы. Я зову на свидание вас не потому что хочу провести с вами время, а потому что пора. Потому что хочу показать себя, какой я классный, крутой. Например. Понимаете, да? И вот такая здесь история. Он уверял меня, что у него все серьезно. Да. Вы хотели серьезности. Личность человека, да? Взаимодействие с ней. Своей личностью вашей. Нет. Обращение внимания на качества, которые вам пришли по душе. Да. Добрый. Воспитанный. Слова пошлые не говорит. Ну и все. Все хорошо. Знаете, ну как бы за добротой, за воспитанностью, отсутствием пошлых слов может стоять неискренность. Куда больше, чем за пошлым словом, иногда злым словом, невоспитанностью. Вот понимаете, как интересно, вот, вы вроде бы говорите, что чувствуете неискренность, а выбираете доброго, воспитанного, вот такого правильного человека. Как известно больше всего, девиаций поведенческих, психических, именно у таких людей. Не потому что они плохие, нет. 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 Не поэтому. с ними что-то не так. Потому что, правильность, доброта, предполагает контроль. Но мы же не святые. Правильно? Условит оборотная сторона. Первый момент, первая мысль, которая у меня возникает, когда я вижу человека, который не может сказать никакого слова, более-менее крепкого. Это мысль о том, что ты себя сдерживаешь. Что у тебя внутри, что ты сдерживаешь. Вы говорите, что вы чувствуете неискренность. Ну вот. Я немножко здесь сомневалась. Разрешите. Видимо, он просто врал. Нет. Почему? Может быть не врал. Дело в том, дело в том, что, знаете, в моей парадигме, вот в моей парадигме, как вам сказать, вообще разговоры о том, каких отношений я хочу и каких отношений хочешь ты. Не выглядят странно. Потому что мы не знаем, какие отношения у нас получатся. Мы не знаем, что вам понравится и что не понравится, что мне понравится и что мне не понравится. Мы этого не знаем. И вот разговор о том, каких отношений я хочу, говорит о том, что это интереснее, чем сама личность человека. То есть тот фундамент, та база, на которых выстраивается взаимодействие между людьми. Если я с вами общаюсь, то я хотел бы с вами общаться не на тему того, каких отношений вы хотите, а на тему того, что интересно вам и мне, например. И как могли бы, если у нас желание эти интересы разделить друг с другом. Ну, к примеру, вы любите какое-то кино, я люблю какое-то кино. Но вы впечатляетесь какими-то фильмами, я впечатляю с какими-то фильмами. Вы любите поговорить об этих фильмах, я люблю поговорить об этих фильмах. Так почему нам не встретиться, например, и не поговорить об этих фильмах вместе? Логично, логично. Но здесь всё проистекает из интереса. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но в моём примере как-то не особенно важно. Не особенно важно, серьёзные отношения у нас или мы просто так. Главное, что в этот момент нам хорошо. Уверял и обещал, что всё хорошо, чтобы я доверился ему, и я решил дать шанс на отношения, согласился на пречи с данным. Ещё один важный момент. Вас убедили, ваше внимание обратили, убедили, то есть заменили, заместили, точнее, ваш голос, голосом другого человека, и вы дали шанс. Вот знаете, что такое убеждение? И в чём отличие убеждения от, например, просто раскрытия или прояснения своей позиции? Убеждение похоже на то, когда человек рисует картину, и вот он нарисовал картину, да, а потом начинает рисовать ещё одну, точно такую же картину, прямо на предыдущую. То есть получается такое усиление, придание контраста образу человека. То есть я не просто серьёзный, я не просто умный, но я убеждаю вас в том, что я серьёзный и что я умный. Подчёркиваю. Подчёркиваю. Это. Зачем? Вот опять же, первый вопрос, который возникает у меня. Зачем ты мне говоришь, что ты настроен серьёзно? Зачем? 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 Настроен серьёзно? Хорошо. Хорошо. Не настроен серьёзно? Ну ладно. Понятно, что вы здесь хотите защищённости. И ещё один момент, об этом тоже сейчас скажем. Но, тем не менее, эту свою потребность вы реализуете здесь за счёт другого. За счёт пятна. Мне нужно всего лишь показать вам, что я могу вам дать то, что вы хотите. Если я хочу, чтобы кто-то со мной был всегда, то вам достаточно просто будет мне говорить, Андрей, я буду с тобой всегда, Андрей, я буду с тобой всегда, Андрей, я буду с тобой всегда. Вы озвучиваете мои желания. Вы озвучиваете то, что я хочу. И рано или поздно желание просто затмят разум. Разум подавить чувства полностью не может. Он это сделать не способен. Ну, мы исключаем здесь какие-то заболевания психические. А вот чувства захликнуть человека полностью могут, что и происходит, когда их усили... 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 усиливают. Понимаете? Это произошло с вами. Но тут бы задаться вопросом, а, простите, а чего я хочу-то в серьёзных отношениях, что мне надо-то в них, ну, вообще, что мне нужно. Вот, в чём я нуждаюсь. Дальше. Я решила дать шанс, вот тоже момент, вы решили дать шанс. То есть это получается, опять же, акцентированный произвольный акт, я дала шанс. То есть, по сути, получается, что вы сделали это произвольно. То есть вы произвольно даете шанс. Контролем. Контролем. Дальше. Всё это для вас полгода. Дальше мы переспали. Потом всё просто исчез. И сказал перед уходом такую фразу с тем смыслом, что это всё, что он хотел, просто переспал. Ну, здесь, конечно, есть нюансы. Само-собо, здесь есть нюансы. Ну, во-первых, что именно он вам сказал. Как вы пришли к тому, чтобы переспать. С ним, то есть, ну, какое значение для вас это, ну, как бы имело. И так далее. То есть, что вы вкладываете в Инди, в данном случае, дальше, вы говорите, значит, что мы переспали дальше. Ну, вот, тут тоже момент, что для человека такого аккуратного, такого осторожного, как-то есть ощущение, что переспали спонтанно. Вот. С этого я могу сделать предположение, что вас тоже накрыло волной страсти. И до того, как он вам сказал то, что сказал, в общем-то, мужчина, вы воспринимали то, что произошло довольно хорошо, не было неиспользованности, ничего. И правда заключается в том, здесь, что то, что сказал мужчина не отменяет того, что между вами было. Конечно, только если у вас нет ценностей. Если у вас нет ценностей, что, например, секс означает отношения навсегда. Если такая ценность есть, то заниматься сексом можно и нужно после свадьбы. После свадьбы. Он просто еще и сказал перед уходом такую фразу с тем смыслом, что это все, что он хотел. Здесь у вас появляется грубость. Грубость нетипичная для вашего стиля написания. Как будто бы вы бичуете себя, наказываете себя, агрессируете на себя, что вот он с вами переспал, потом исчез, и вы вот такая ужасная, использованная. Я не знаю, замечаете вы это или нет, но вы считаете себя такой. Вы. Вы себя наделяете всеми этими качествами. Почему? Ну, сейчас вам кажется, что это связано с сексом. На самом деле нет. Секс здесь ни при чем. Вы всегда так о себе думали. Секс это является просто таким, знаете, механизмом пусковым. Это просто пуск. Просто пусковой механизм. Для того, чтобы вы начали себя бичевать. Почему? Ну, дело в том, что бичевать себя куда более безопасно, чем относиться к себе хорошо. там больше определенности, более понятным все. Вот. Кстати, это ответ на вопрос, почему мужчина выбрал вас. не очень. Осторожность. Попытка себя защитить. Уговаривать. Когда вас уговаривают. Это все означает, что человек контролирует. А контролирует тот, кто уязвим. А уязвим тот, кто себя не ценит. Поэтому, мужчина выбрал вас. Зная, что то, что он сделает, для вас будет иметь такое значение, что не отнесетесь вы к этому просто как к сексу. А мужчина хотел, чтобы вы его запомнили. Вообще, мне кажется, что важная история с ним это не про секс. Это про желание обрести бессмертие в воспоминаниях чужого человека. Секс здесь не самоцель. Как мне кажется. И мне в душе сейчас настолько больно. Я вас понимаю. И сочувствую вам. Это можно только прожить. А еще ощущение беспомощности. Есть. Из которого вы пытаетесь убежать. Я чувствую себя неудачницей. Вот. Вот. Вы себя. Вы себя всегда. Вы всегда. Вы всегда. Себя. Счувствовали. Неудачницей. Секс. Это просто. Триггер. И вопреки всему, что вы пишете. Вопреки. Вам. Безотачнее. Чувствовать себя неудачницей. Надеяться же сложнее. Вы уже пишете, что хотите. Закрыться от. Всего. Мира. Да? Стыд. Здесь. Понимаете, да? Я понимаю, что может ничего страшного не случилось. Но воспринимаю это болезненно. Так как в детстве. Да. Травматичный опыт. Это правда. Травматичный опыт. Неразделенность этого опыта. Болезненность этого опыта. Неподготовленность к проживанию этого опыта. Все это, все это дает о себе знать. Беспомощность. Бегство от беспомощности. Вина. Это я виноват, что со мной так поступили. Или агрессия. Это он виноват, что так со мной поступил. Тут беспомощность. Непринятие беспомощности. Что угодно. Только непринятие. Себя я имею ввиду. Но зато принятие другого человека. Сказал, что просто хотел перестать. Поверили. Только потому, что и сейчас. Вы не допускаете мысли. Может быть, что. Такой парень. Каким вы его описываете. Ты тоже испугался отношений с нами. Испугался своих чувств. Того тепла, о котором вы говорите. И просто взял им все обесценив. Нет. Вы настолько привыкли верить мужчинам. Не всем. Ты даже не допускаете никаких других вариантов. А они есть. Эти варианты. Дальше. Значит, вы пишете, что у вас в детстве был негативный опыт. И пишете, что работали очень долго с психологом. Ну, вы вообще молодец, что работали. Но как-то мне видится, что то ли не до конца, то ли что-то еще. Потому, как если бы вы работали с психологом, вы бы не говорили о том, о чем скажете дальше. И вы бы не говорили о том, что вам не нужны легкие отношения. Не говорили бы. Потому, что вы понимали, что самые крутые отношения начинаются с легкости. А отношения, которые начались тяжело, они и будут идти тяжело. Не способны, к сожалению, тяжелые отношения превратиться в легкие. Легкие отношения тяжелыми стать могут. А вот наоборот, гораздо реже, по крайней мере. Я все равно закрыта абсолютно от всех. Пишете вы. Уязвимость, непринятие себя. Опять же, неразделенность вы свое чувствуете. Люди, которые с тем опытом, который вы описываете, люди ощущают изолированность. Вы пишете, я очень тщательно выбираю людей в свой круг. Чтобы что? Чтобы они столкнули вас с уязвимостью. Особенно мужчин. И только потом открывается им. То есть, так вы закрыты. Вы выбираете человека, достоин ли он того, чтобы ему открыться. Открываетесь ему. Но демонстрируете это, как ценность. Сам факт. Открытие. Ну и как к другому человеку к этому относиться? Как к ценности. А нельзя все время ценить то, что является ценностью. Такого рода. В отношениях как. Или что-то есть на постоянной основе. И вызывает уважение. Или что-то появляется как приз. А приз в данном случае. То, что вы открыли. Я этого достигаю. И перестаю ценить. Понимаете? Когда происходит искусственное повышение ценности чего-то. Вы искусственно увеличиваете ценность того, что вы открываете. Потом происходит его обесценивание. Я всегда чувствую неискренность очень тонко. Разрешите усомниться в том, что вы здесь говорите. Потому что вы не можете чувствовать искренность неискренность другого человека. Вы можете приписывать человеку искренность или неискренность. Вы можете угадывать. Да, вы можете угадывать. Но это всё равно проекция. То есть перенос. Вы не можете чувствовать то, что чувствует другой. Вы можете чувствовать только то, что чувствует и сам. Это да. Поэтому в моей жизни было мало мужчин. Но здесь вы предполагаете, что большинство мужчин неискреннее. Ещё после работы с психологом я поняла, что когда я встречаю мужчину и внутри у меня происходит взрывы целыми днями, ночами думаю о нём не могу спать и есть, это всегда созависимые больные отношения. В принципе, это правильно. Это правда. Ну, это страсть, конечно. Попробнее вы не пишите. Хотелось бы немножко подробностей, но я могу сказать так. В целом это верно. В целом это верно. Но что вызывает взрыв? Взрыв вызывает потребность. А что это за потребность? Какая она? Прямая? Инверсивная? Мы не знаем. А знаете ли вы? Я научилась контролировать себя и как бы не хотелось мне вступать даже в диалог с такими партнёром. Оно может быть и хорошо. Но не в качестве образа жизни. Не в качестве постоянного паттерна поведения. С этим мужчиной мне было ужасно скучно. Не было ничего внутри. Никакого взрыва. Обычный хороший парень. И я видела, что я ему очень сильно запал в душу. Как вас привлекло то, что вы ему очень сильно понравились. Получается. Возможно с его стороны это была всего лишь страсть. А почему вы так обесцениваете страсть? Я решил открыться, довериться. Вот. Вот. Искусственное завышение своей ценности. Сначала вы свою ценность принижаете. Когда не открываетесь. Боитесь отвержения. Потом вы её искусственно поднимаете для себя. Когда решаете открыться и довериться. Потому что это происходит на постоянной основе. То есть как бы это не происходит произвольно. Точнее не так. Это не происходит по решению. Вы просто чувствуете желание чем-то поделиться. Вы это делитесь. Вы не чувствуете желание. Вы не делитесь. Это не происходит. Так что вы вот берёте и решаете. Так. Сегодня в этот день я открываюсь. Нет. Так не работает. Вот. Искусственное возвышение ценности происходит после того как вы её искусственно занижали. А после происходит уже со стороны партнёра искусственное обесценивание. Вот. Потому что здесь искусственное завышение ценности. Это следствие искусственного занижения её. И человек просто вам отражает то что вы в принципе делаете с собой. С ним не было хорошо как с другом. Мы общались с их друзьями по-тёплому. Я подумал что с ним могут получиться здоровые отношения. Ну опять же понимаете. Вы вроде бы говорите про друга. Вроде бы говорите что у вас дружба была. Лучше говорите про здоровые отношения. Что есть здоровые отношения. Вот я. Психолог. Я не знаю. Ну да. Сейчас говорят абьюз. Там. Газлайтинг. Нарцисс. Там. Созависимость. Прочее. А как мы определяем это всё. Что. Мы определяем то. Что людям не комфортно. Но. Кому то в этом хорошо. Такие люди тоже есть. И что. Насильно приходить и развивать эти отношения. Потому что они в кавычках. Нездоровые. Я не знаю что такое здоровые отношения. А вы? В сексе мне это не было хорошо. Не хотелось ещё больше открываться в этом плане. Не было никаких зажимов. Не было хорошо. Я искренне верил что всё взаимно. И что ему со мной так же. Тепло и хорошо как и мне. Может быть из-за вашего рассказа. Того как он построен. Может быть ещё из-за чего-то. Но мне кажется. Снова. Насколько вы не верите в начале. Настолько слепо вы верите потом. И там и там. Пригиб. Но не можете вы. Знать взаимно всё или нет. Я вам открыл небольшой секрет. Ничего не взаимно. Каждый человек чувствует по-разному. Всё. Поэтому взаимно ничего не бывает. Так сказать. Идеально взаимно на сто процентов. Нет. Каждый человек чувствует по-разному. Вы же. Вы говорите. Искренне верил. Что всё взаимно. И что ему со мной так же тепло и хорошо как и мне. Понимаете. Вроде бы вы здесь заботитесь о нём. И это хорошо. Но только ли про него здесь речь. Или всё-таки. Про вас. Сейчас я не понимаю зачем ему это было нужно. Ну. Сказали уже. А для чего? Для чего вообще делать такие поступки. Чтобы запомнили. В его окружении достаточно женщины. Он симпатичный. И не обделён вниманием. Не для секса это делается. Для чего нужна была я. Сказал. Насколько это вообще просто мерзко выжидать полгода. Чтобы затащить постель. Когда и так есть с кем спать. Это правда. Это мерзко. Я просто не понимаю зачем. Сказал. Но что вам даст это понимание. Что оно изменит. Я чувствую что всегда буду одна. Мне так проще закрыться от всех навсегда. И никого не впускать в свой мир. Понимаете. Вы получаете здесь возможность. Себя обесценить. Опять. И уйти в привычный. Уютный. Но болезненный мир. Где нет никакого риска. Именно. Поэтому. Вы позволяете себя. Убеждать. И именно. Поэтому. Вы. Отключаете. Чувства. Когда это не нужно. И отключаете разум. Когда это не нужно. И отключаете разум. Это действует не вы. Это действует ваше подсознание. Все это. Для того. Чтобы в итоге. Оказаться в таком состоянии. В состоянии. Где вы закрыты. Никакого риска нет. Никто вас не увидит. Понимаете. Обычно. Я не говорю что это про вас. Но обычно. Обычно. Это. Эээ. Люди. Которые. Вот. Так. Эээ. Отступают. Они. Эээ. Избегают успеха. Они. Эээ. Эээ. Могут. Саботировать. Эээ. Ээ. Эээ. Эээ. свою деятельность, вы подумайте, вот, подумайте об этом, но нет такого у вас, чтобы спортировать свою деятельность, как-то не идете на успех и так далее, вот, и еще обычно такие люди не верят, они достойны, то есть, вот, когда вы говорите, я дала шанс, да, вы здесь говорите про то, что я поверила тебе в том, что я интересна, то есть, не сама почувствовала себя ценной и интересной, а тебе поверила, в этом шанс, тоже момент, сейчас мне хотелось бы все высказать ему, но я не стану, потому что желание навсегда исчезнуть из его жизни, чтобы он даже не помнил моего имени, намного сильнее, это про стыд, это про стыд, это про стыд и про ваш детский опыт, не про текущую ситуацию, конечно же, просто забыть все как сон и не вспоминать, но это сделать не получится, да и не нужно, тогда вы не получите никакого опыта и снова повторите ту же самую ошибку, я хочу пережить все это скорее, как это сделать и снова прийти в себя, вот здесь вы ускоряетесь, там где вы ускоряетесь, начинаются конфликты, проблемы и так далее, замедляться нужно наоборот, вместе с психологом замедляться по этим переживаниям, проживать их, а не ускоряться, я понимаю больно, но больно только потому что вы одна, возможно вам несколько поговорить об этом, я ненавижу это состояние, ненавижу страдать, хочу скорее вынырнуть из этого всего, а куда, куда вынырнуть там, что вас там ждет, и опять же, обратите внимание, как вы снова детализируете, вы говорите, я ненавижу это состояние, но это состояние и есть вы, а значит вы ненавидите себя, и вот пожалуйста, как бы ключевой момент всей этой истории, вы пишите, мне наплевать, что он ушел, пусть идет, мне страшно, что меня использовали, я как идиотка, вас кто-то верил, надеялся и мечтал, и мечтал, и мечтал, здесь много злости, когда злость немножко проживется и если, вы увидите, что да, парень что-то хотел, но и вы чего-то хотели, в моменте, все остальное это иллюзия, и все остальное не существует. Значит, вы пишите, я как идиотка, она во что-то верила, надеялась и мечтала, то есть вы берете свои потребности, обрываете их от реального мира, от себя, идеализируете, кристаллизируете их, вкладываете в руки другому человеку и говорите, и говорите, теперь ты за это ответственный. Ну, по меньшей мере, несколько неуважительные отношения с вашими желаниями и потребностями, кто знает, как другой человек ими распорядиться. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Удачи вам, всего самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.